В Томской области ситуация развивается стремительно. Мы совсем недавно сделали анонс о той ситуации, которая в Томской области сложилась с полицами обязательного медицинского страхования и о скандале, который на фоне этой ситуации развивается с клиникой Санте. Я напомню, что руководитель этой клиники Екатерина Фельдзингер в данный момент по экономической статье по 159-й части 4-й находится в СИЗО. Сколько раз президент говорил, мы сколько раз говорили, юристы, адвокаты сколько раз говорили, закон такой есть, что нельзя по 159-й части 4-й вообще по экономическим преступлениям предпринимателей лишать свободы, то есть сажать их в тюрьму, в общем-то. Очевидно, что меры пресечения, особенно в отношении предпринимателей, по ненасильственным преступлениям не должна быть никак связана с изоляцией от общества, никак не должна быть связана с помещением в СИЗО. Ну, увы, суды и до сих пор у нас идут на поводу. Также по данному делу очевидно, что предприниматели, руководство, клиники, помещенные под стражу, вот такой нонсенс, они туда явно не по обменным опытам поехали. Все это добивается следствия тех своих целей, задачи, не самых чистых, чтобы люди сломались, чтобы признались в том, что подчас они и не совершали. Все это делается для того, чтобы давить на человека. И этот случай, про который я сейчас расскажу, это только лишний раз доказывает. Я обращаюсь к представителю в Томской области по правам человека, Карташовой Елене Геннадьевне и к Москальковой Татьяне Николаевне, чтобы они эту информацию проверили. Потому что если она такова, то в Томской области не все в порядке с соблюдением законности. Редакции стало известно, и я прошу, чтобы эту информацию проверили. Дело в том, что Софья Мазейна, а это главный врач клиники Ксанте, которая сейчас тоже находится в СИЗО, у ней есть уже реальный срок, но он отсрочен до 32 года. Срок этот совсем по другой статье с клиникой Ксанте не связан, он там по статье 160 УК России. И дело в том, что в понедельник, 15 января, будет в областном суде города Томска рассмотрение данного приговора. И эту отсрочку могут отменить, а могут и не отменить. И это все зависит вроде как от судьи. Судья должен решать областного суда города Томска. Должен будет решать это 15 января. Так вот, по нашей информации, что к ней в СИЗО в субботу, то есть 13 января, приходил человек, оперативный сотрудник одной организации, где оперативный сотрудник разговаривал с Мазейной 3 часа и предлагал ей, если она хочет, чтобы ее реальный приговор был отсрочен, по-прежнему отсрочка оставалась до 32 года, то она должна подписать определенные показания, где она расскажет, что во всем виновата руководитель клиники Екатерина Фельдзингер и заведующий отделением онкологическим. Это Семенова Евгения. Что касается Софьи Мазейной, ее ледоидским образом поместили в СИЗО к наркоманкам, к асоциальным элементам. Для чего? Ну, очевидно, способ давления, попытка принудить ее оговорить своих коллег и руководство клиники. Очевидно, что это такой классический способ оперов. Нет доказательств. Их надо придумать. Не можешь доказать вину. Надо заставить людей дать признательные показания. Увы, но это до сих пор классическая наша правоприменительная практика. Кто его туда послал? Почему оперативный сотрудник в субботу решил пойти и поговорить с бывшим, с главным врачом клиники Санте? И вот предложить такую сделку? В общем, решить за суд, что ли? Так как-то выходит, да? То есть, в СИЗО можно уже пообещать, какой вам дадут, причем с точностью до года. Как нам стало известно, 7 лет вроде обещали. Прямо всего, я буду так обтекаемо говорить, это главный прокурор Томской области Семенов. Он всю эту ситуацию, а он в курсе этой ситуации. И даже, боюсь я предположить, он ее даже, возможно, каким-то образом контролирует. Вот только каким образом? Тут нужно на этот вопрос ответить. Он контролирует законность происходящего или беззаконие происходящего? Вот как-то, когда еще Краснов приезжал в Томскую область, он, в общем-то, характеристику, не то чтобы характеристику, отношение прокурора к людям, к томичам и к жителям Томской области, он примерно дал. Вот давайте послушаем, что говорит Краснов. Ну, то, что вот 7 детей вместе с вами, с мамой, получается, которые одна их воспитывают, летятся в таком маленьком пространстве, это, конечно, безобразие. Это и говорит о том, что чиновники-то здесь равнодушны, что в городской администрации, что и в районе, о котором вы говорите. Мер поддержки вы не получаете никаких, и прокурор у нас субъекта мер не принимает. Поэтому не исполняют мои поручения о защите прав многодетных семей. Вот примерно так генеральный прокурор описал, как прокурор Томской области исполняет его указания. Если кто-то, какой-то оперативник, неважно, кто его послал, неважно, вы в курсе ли прокурор или ещё кто-то. И зачем он это делает, это уже другой вопрос, в чьих интересах он это делает. Если человек приходит и вот такое предлагает до суда, за два дня до судебного заседания, я тогда не говорю, а кто тогда суд? Зачем мы суд-то тогда вообще весь это устраиваем? Зачем тогда вообще это всё нужно? Зачем нужен этот весь маскарад и театр-то? Ну выдали тогда бы справку, что вот вам 7 лет. Зачем тогда этот цирк-то устраивать, который мы тут все называем судом? Я надеюсь, что я ошибаюсь, что это совсем не так. И это требует проверки вмешательства федеральных каких-то, наверное, служб, федеральных организаций. Потому что в Томске, возможно ли эту проблему решить в Томске? И мы, значит, напишем запросы, и Москальковый, это представитель президента по правам человека, и полномоченному по правам человека в Томской области. Понимаете, у нас сейчас непростая ситуация в России. У нас хватает проблем, у России хватает проблем. Но тут ещё есть определённые люди, которые эти проблемы создают. И я призываю прокурора Томской области Семёнова в этом немедленно разобраться и пресечь. Если действительно такие факты есть, это всё на корню. А мы, в свою очередь, напишем запросы в соответствующие органы. Тут уже федеральные. До свидания.